Когда стал вести здоровый образ жизни, возникло ощущение, что я белая ворона, я не в своей тарелке. Значит ли это, что мне нужно сменить место обитания и общества? Я отвечу, что касается белой вороны, если большая часть общества пока живет не по правилам, то есть она нарушает законы природы, нарушает законы морали, нарушает законы в значимой степени, то, конечно, кто-то, кто перестанет их нарушать, на общем фоне будет выглядеть как белая ворона. Даже если вы их здоровее, красивее, умнее, тоньше, вы все равно будете выглядеть как уникум. Что касается вашего окружения, вы будете вынуждены его поменять, ваших друзей, поскольку со старыми друзьями, которые не хотят меняться, которые хотят есть все подряд, курить, пить, тратить время на бесполезные вещи, вам просто будет неинтересно, их энергетика станет тяжелой. Это будет вынуждено, вы вынуждены будете поменять, а если не поменяете, вам будет тяжело. Это как шарик, который добавляется в воздух, он начинает взлетать, он не может оставаться на старом месте. Это касается также и не только ваших друзей, это касается также и ваших детей, что ваших детей нужно будет подтягивать до этого уровня, поскольку они перестанут вас понимать, они привыкли к старым штампам. С другой стороны, дети более гибкие, и чем они моложе, тем легче им какие-то новые знания, новое мировоззрение привить. Это будет касаться и ваших супругов, супругов, жены, вашего мужа. Если вы меняете образ жизни, то они тоже должны меняться, иначе настанет тяжело общаться. Ваша частотная характеристика, ваши интересы, ваша биоэнергетика, ваши полевые структуры станут слишком разными, вам будет сильно некомфортно друг с другом. Огромное количество в моей личной жизни таких случаев, когда из-за этого расходились пары, потому что один не хочет меняться, один хочет жить дальше, как разумное животное, и с этим человеком жить просто уже тяжело. Огромное количество пар расходилось, может и женщина уйти от мужчины, мужчина от женщины, это уже технические вопросы. Так что, что касается ваших друзей, если они не будут перестраиваться, то вы вынуждены будете ограничить общение с многими из них, вам просто станет тяжело. Ищите себе тот круг общения, который соответствует вашему образу жизни и мировоззрению, чтобы было с кем поговорить, о чем поговорить. То есть вы снова хотите быть со старыми друзьями, которые говорят вам о рыбалке, о пиве, о бабах, о футболе, вам просто будет неинтересно. Вы будете просто сами себя мучить. Как только вы поднимаетесь на какой-то следующий уровень, ищите себе окружение вашего уровня. В продолжение был вопрос про тортики, сейчас я его найду. О том, что вам будут предлагать тортики, и вас так испытывают, то есть испытывают вашу твердость. То есть на полевом уровне, скажем так, вас тестируют, насколько вы действительно готовы отказаться от одного из видов ядов. Сахар, он для организма яд. То есть не такой жесткий, как курение алкоголь, или может быть наркотики. Но это тоже яд, то есть это продукт, который не переваривается, то есть организму он не нужен. То есть в природном веществе сахара нет. Есть другие структуры, то есть этот, скажем, продукт, он искусственно выделен и не является в чистом виде природным. Вот и поэтому организму он не нужен, и организм от него болеет. То есть есть конкретные заболевания, связанные именно с поеданием сахара. Я уж не говорю, не буду говорить про ожирение, целая гамма болезней, и целая гамма органов, систем расстраивается, начинает болеть именно от потребления сахара. Даже если в маленьких количествах, он, ну, как говорится, яд в маленьких количествах, он все равно врезен. Почему он предлагает тортики? Вас проверяют, насколько вы стойки. С вашей стороны вы можете просто заменить эти тортики на правильные тортики. Тортики с медом, например, но с условием раздельного питания, там, с каэрабом, например. Сделаны правильно, и такие торты будут не менее вкусные, даже более вкусные, легче усваиваются. Они будут такие же сытные, может быть, даже больше сытные. У меня был знакомый, который ему показали тортики, сделанные по кришнаистской технологии. В них там не было, кстати, сахара, чего-то еще. То есть он и говорил, что я сильно удивился, когда мне дали этот торт, что он маленький. У него нет того, что я привык есть, но я наедаюсь, и он вкусный. То есть он потом все время там покупал. Но он был такой человек легкий и оригинальный. Он был по астрологии, по знаку Зодиака, он был водолей. Он легко принимал эти перемены. Он очень быстро перестроился, он больше не ел старые торты. Но его просто убедили тем, что есть дешевле, вкуснее. То есть маленький тортик, его достаточно, чтобы наесть. Он и вкуснее, он не такой вредный. Человек просто перестроился. Большинство людей, конечно, они инертны. То есть проще прийти в соседнюю кулинарию, купить там то гадость, что они предлагают. Но если большая часть людей перестанет это есть, то их перестанут и производить. То есть по астрологическим системам будет еще пытаться некоторое время вам это втюхивать. Но если никто не будет покупать, то есть никто не будет финансировать их изготовление. Чем больше люди интересуются правильными тортами, без искусственных элементов, без загустителей, разбавителей, без всякого яда и разного рода химии, тем их меньше будет делать, тем больше будут делать настоящих тортов. Вас будут испытывать до тех пор, пока все не поймут, что вы стойкий и вы это есть не будете. Вы в свое учите, можно и научиться приготовить торты настоящие, правильные. Хотите сыроедческие, хотите не сыроедческие, но по принципу раздельного питания и без ядовитых составляющих. И в ответ им предлагать, сказать, что мой тортик полезнее и мой тортик вкуснее. Это будет у вас такое соревнование, если у вас такая ситуация, если хотите. Субтитры создавал DimaTorzok